Че как разъезжаться-то будет? Она ведет? Да. Первая и основная жалоба жителей Карцева – это ширина дорожной полосы. Говоря проще, соответствует ли она нормативным показателям? Потому что две машины здесь, по словам жителей, разъехаться не могут. С этим и был связан первый вопрос. Ответ прост – выясняют. Дирекция благоустройства города заключила муниципальный контракт на обследование и оценку технического состояния автодорог в Рязани. А так как дорога в Карцево – это Октябрьский район, то обследование будет комплексным. Его обещают завершить до 1 ноября. Потом наверняка понадобится время на анализ и вынесение вердикта. Так что до конца года жители Карцево точно будут знать, соответствует ли ширина дороги нормативам. Пока же придется потерпеть. Жаловались люди и на выбоины. В ответе администрации есть и про них. Но о местном ремонте люди говорили и раньше. И добавляли, что заплатки эти держались до первых большегрузов. С периодичностью проходит работа. Идет мелкое засыпание, грунта, гравия какого-то. Но он под таким большегрузом, вот идет, например, машина, она вся разбивается. Это надолго не хватает. Опять же, мы сбываем погодные условия, что все размывается, снега. А вот что действительно поможет, считают жители Карцево, так это дублирующая дорога или светофор. И для жителей есть хорошая новость. Появление трехглазого регулировщика здесь вполне реально. По крайней мере, в предварительный план установка включена. И даже эта возможность уже хорошая новость. Чего не скажешь о дублирующей дороге. По действующей редакции муниципальной программы ее наличие не предусмотрено. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.